Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. В этом ролике вы увидите, сколько криптомонет призм добывается в сутки, за год и за весь период, когда кошелек находится в холде. Итак, 2 октября в 20 часов 15 минут вы видите 35 кошельков на ноде, которые находятся в холде. На верхнем кошельке через 437 дней вошел в красную зону, добыто 75199 монет призм. Парамайнинг продолжает генерировать на нем новые монеты, но добыча резко на нем сократилась, до 150 монет в сутки и до 4500 монет в месяц, что составляет теперь 4,1% в месяц. А вот на втором кошельке с балансом 108509 монет 62 сатоши, который еще находится в холде в зеленой зоне 342 день и до красной зоны осталось почти 3 месяца. Вы видите, добыто всего 32129 монет, то есть почти в 2 раза меньше. И больший процент добычи приходится именно на последние 3 месяца за счет сложного процента. Поэтому за эти сутки этот кошелек добыл 307 монет, за месяц 10543 монеты, что составило 9,72% за месяц. С каждым днем за счет сложного процента количество монет будет добываться все быстрее и больше. Итак, 3 октября 18.38 уже добыто за сутки 309 монет и напарилось уже за 343 дня 32 425 монет. И на балансе в парамайнинге стало на 300 монет больше, чем вчера. Потому как добыча в месяц уже составляет не 9,72%, а 9,8%. А через неделю, 10 октября, в 19 часов, находясь в холде 350 дней, добыто уже 34629 монет. Он добывает уже 10,44% в месяц. 21 октября 2023 года, в 16 часов 30 минут, со 2 октября прошло 19 дней. Добыча в месяц составляет уже 11,39% в месяц. На 361 день в холде за сутки сгенерировалось 359 монет. А за все 359 дней добыто 37 945 монет. То есть, за 19 дней добыто 37 945 минус 32 129 равно 5816 монет. А на верхнем кошельке, который стоит в холде, но в красной зоне, процент добычи упал до 2,17%. То есть, генерация монет в сутки снизилась до 146 монет. А вот на этом кошельке 23 мая 2023 года, за день до красной зоны, добывалось 787 монет в сутки. И после того, как кошелек вошел в красную зону, я оставила на этом кошельке 1099 монет. А то, что напаромайнилось, я вывела на новый кошелек и увеличила свою майнинговую ферму с 34 кошельков до 35. Поэтому я советую не держать долго такой кошелек в красной зоне, а перевести с него сначала одну монету на другой кошелек, чтобы напаромайненные монеты зачислились на баланс. Затем оставить на этом кошельке 1099 монет, чтобы в этом кошельке вам сгенерировалось еще столько же монет в холд-периоде за следующие 437 дней. А остальные монеты, которые были добыты, либо обменять на фиат, либо создать еще один кошелек под своим последним кошельком и увеличить свою ферму еще на один кошелек. Чем больше кошельков с балансов до 109999 монет, тем больше будет прибыль в монетах. Генерация монет в блокчейне PRISM это математика, а математика это точная наука. Поэтому, если вы хотите самостоятельно высчитать, сколько в монетах составит ваша прибыль от вашего баланса, то для этого заходим через любой браузер на GitHub. Выбираем тут калькулятор, нажимаем в правом верхнем углу еще раз на слово калькулятор. В это окно вписываем либо адрес вашего кошелька, который у вас уже есть, либо просто количество монет, которые вы хотите поставить в стейкинг. Я вставляю баланс этого кошелька 108509 и вставляю структурный баланс 41 миллион. Можно сюда поставить и 10 миллионов, так как расчет структурного баланса берется вот по этой схеме. От 1000 монет, потом 10 тысяч монет, потом миллион, 10 миллионов и далее 100 миллионов. Нажимаем войти. Первая колонка – это генерация монет, когда кошелек не стоит в холде. Вторая колонка – это для форжащих кошельков, которые стоят в холде. Переходим на последнюю четвертую страничку. Находим 365 день и видим, что за год без холда такой кошелек сгенерировал бы всего 26139 монет. Что в принципе тоже неплохой результат, если учитывать то, что это пожизненная прибыль в монетах. А в холд периоде за год добудется на данный момент 39208 монет. Почему на данный момент? Потому как каждый раз за счет паратакса или, как в биткоине принято говорить, за счет халвинга, процент добычи монет уменьшается. Поэтому, как только вы узнали о технологии добычи монет в блокчейне призм, то не оттягивайте время на ее изучение, чтобы успеть захватить тот период, когда процент добычи монет сегодня однозначно привлекательнее, чем завтра. Итак, в калькуляторе за 365 дней показывает 39208 монет, а в ноде 39353 монеты, потому как скрин был сделан не с начала суток, а вечером в 6 часов 18 минут. Сегодня, 6 ноября 2023 года, со 2 октября прошло чуть больше месяца и на кошельке уже добыто 43911 монет. За эти сутки кошелек добудет 414 монет, что составит 13,11% за месяц. А вот этот кошелек на 401 день, который я распаковала уже 29 марта 2023 года, добывал в сутки 612 монет, так как он генерировал новых монет уже 19,1% в месяц за счет автореинвеста или, как говорят, за счет сложного процента. Еще несколько дней процент добычи будет полномерно расти почти до 20% в месяц, а потом также полномерно уменьшаться. Чтобы подключить кошелек к форжингу и поставить его в холд период, нужно скачать обеспечение на свой компьютер. Как это сделать? Смотрите вот этот ролик с пошаговой и с очень подробной инструкцией, как для чайников. Принцип холд периода в криптомонете призм такой же, как у стейкинга. Дольше держишь в заморозке монеты без движения на кошельке, за это и получаешь больше прибыль в монетах. Но на блокчейне призм, в холде вы держите свои монеты на своем личном кошельке и в любое время можете вывести хоть все монеты куда угодно и кому угодно. Стейкинг это 100% доверительное управление. Вы держите монеты там определенное время, полгода или два года, вам выведут ваши монеты только по истечению срока стейкинга. За этот только год на CoinMarketCap соскамилось более 70 бирж, где у людей лежали разные монеты в стейкинге. То есть люди потеряли свои инвестиции, вложенные в стейкинг на этих биржах. Им ничего и никому ни цента не выплатили. В криптомонете призм, в своем личном кошельке вы никогда не увидите слово EROR. Или ваш кошелек заблокирован, если сделаете хотя бы одну самую минимальную исходящую транзакцию на другой кошелек после первого пополнения, чтобы обеспечить 100% безопасность вашего кошелька. Вы всегда сможете вывести свои монеты, если будете хранить свою парольную фразу от вашего кошелька, в надежном месте на флешке и в распечатанном виде на текстовом документе. Поэтому будьте осторожны, когда вам предлагают проинвестировать куда-либо или вложиться в стейкинг. Знайте, если вы отдаете свои инвестиции в доверительное управление, это риски на 99,9%. Держите монеты на своем личном кошельке, на таком, как кошелек призм, от которого парольная фраза «У вас и только у вас», где вы и только вы являетесь владельцем ваших монет, где вы в любое время можете вывести свои монеты. На этом у меня все. Делитесь этой информацией, ставьте лайк, пишите комментарии. С вами была Валентина Синема 2.